здравствуйте с вами самит алиев руководствуясь чувством безнаказанности азербайджан и сегодня продолжает ставить под угрозу мир и стабильность на южном кавказе в эти дни в социальных сетях распространяются многочисленные видеоматериалы которые свидетельствуют о том что азербайджан концентрирует войска и крупнокалиберную военную технику как вдоль государственной границы с арменией так и вдоль линии соприкосновения с нагорным карабахом вблизи зоны ответственности российского миротворческого контингента это не на дунае слышен плач ярославная это не таня со слезами на глазах смотрит как мячик уплывает вниз по течению реки эти жалостливые слова тоска в почерке а также раздутое описание нечеловеческих мук и страданий вчерашнее заявление министр иностранных дел армении в то же самое время так называемый министр иностранных дел какого-то арцаха сергей газарян принял баронессу кэролайн кокс и прибывший вместе с ней в ереван членов христианской правозащитной организации международная христианская солидарность сиэсай и благотворительной организации гуманитарная помощь и артик юминитарин эйд рельеф трасс я ничуть не удивлен да и вы не удивляйтесь это вопрос конфессиональной неприязни обыкновенная исламофобия которой мы уже привыкли но вот дело тут не только в исламофобии тут вырисовывается забавная картина одной рукой армения на своей территории позволяет сепаратистам проводить какие-то мероприятия а другой рукой вытирает горькие слезы и жалуется на то что мы проводим учение вдоль условной подчеркиваю условной границы которая так до сих пор и не определена поразительно я бы даже сказал лопоухая наивность надеяться что мы прекратим то что соседушки нам достались древние в этом нет никаких сомнений после полученной трепки они на полторы тысячи лет и выглядят это точно а вот разговаривают и действуют ну лет скажем на 11 школьный возраст и душа ранимая по всей видимости чуть-чуть что жаловаться начинают ябедничать куда только вся древность девается кстати этот господин газарян больше в ханканди не вернется никогда это так во имя справедливости ну и ради нашего удовольствия вас соседушки здорово развитые инстинкты советского стукача чуть что строчите кляузы в портком в надежде на то что здоровый коллектив пассе с е или там еще какой-нибудь об с е примет меры подаете сигналы в международной организации требуете нежности и понимания из уважения к вашей древности и мудрости требуете нежности и понимания из уважения к вашей древности и мудрости то что количество многостраданий прямо пропорционально количеству ваших жалоб понять не хотите знаете мы уже привыкли к укоризненным взором международных организаций так что от развлечений порицаемых международным правом нас ограждают только жалость и нежелание мараться. А вот что до пасей и прочих богоделин, ну как там пел товарищ Лаэртский, я, конечно, немножко смягчу оригинал. Посылаем их подальше с этой просьбой несуразной, и они уходят грустно, больше нас не беспокоя. Потому что мы научились ничего не забывать. Для начала вашего молчания, когда нас резали, изгоняли и оккупировали, вы призывали нас принять сложившиеся реалии. Да, это говорили те же самые международные организации, хныкающие сейчас о бесчеловечных азербайджанцах, которые держат бедных, умных и добрых армян в блокаде. Информация к размышлению. За последние три дня Карабахский регион покинуло около 700 молодых людей призывного возраста, а остальное вы и сами поймете. Знаете, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые, враг и так напуган, растерян и деморализован до истерики. Врагу везде видятся предатели, азербайджанская армия, ну, в принципе, наша армия ему видится правильно. Ему кажется, что те, кто называли себя друзьями и союзниками, его просто кинули. Ну, все это ему кажется совершенно верно, и надо делать так, чтобы это состояние у соседушек не проходило как можно дольше, чтобы этот страх, эта неуверенность в завтрашнем дне стали его образом жизни. Постоянное давление, военное, экономическое и психологическое. Жалеть их не нужно, нас они не жалели и в случае чего снова жалеть не будут. Армения сама выбрала себе судьбу, а потому что хорошо для нее, то плохо для нас. А Азербайджану должно быть хорошо. И, как выразился в свое время Фазилий Скендер, замечательный писатель, он входит в сотню моих любимых, налицо комплекс государственной неполноценности. И именно эту неполноценность в соседях нужно всячески усугублять, расширять по мере возможности, обращая особое внимание на самые доходные статьи бюджета Армении. С чего она кормится и можем ли мы сделать им нехорошо на этом фронте? Знаете, было бы желание. Ну, а самым главным, на мой взгляд, является вчерашнее заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. А именно, мы предлагаем Армении включить в наше мирное соглашение положение о национальных меньшинствах на наших территориях в качестве взаимного обязательства сторон, где мы, два государства, возьмем на себя обязательства по уважению прав национальных меньшинств на наших территориях, на основе нашей конституции и на основе ряда международных соглашений, частью которых мы являемся. Только я вижу контуры вырисовывающейся автономии для азербайджанцев в Зангизуре, а? Это будет правильно и справедливо, не так ли? Самит Алиев, специально для Калибер Аз.